На руднике Альчанова вспышка коронавируса. Об этом губернатору Магаданской области Сергею Носову доложили на оперативном штабе по распространению COVID-19. По словам специалистов, все меры для профилактики заражения были соблюдены. Контактных изолировали и организовали питание работников вне столовой. Однако инфекция распространилась в коллективе дальше. Теперь работники рудника должны оставаться на двухнедельной изоляции. В результате ваших действий, что у вас болеют, все в общежитии есть заболевшие, значит есть контактные. И значит вы по одному дальше, через каждый тест, вы парализовали работу, насколько я понимаю, рудника. Если рудник дальше будет добывать полезные ископаемые, это значит, что он будет не выполнять предписание Роспотребнадзора. Сергей Носов подписал постановление о продлении ограничительных мер на Колыме до 31 августа. Тем не менее, образовательные организации продолжают готовиться к новому учебному году. В школы продолжают закупать бесконтактные термометры и рециркуляторы воздуха. Также для учеников сделают перемены в разное время. Также на оперштабе обсудили вакцинацию населения. Специалисты из Роспотребнадзора и Минздрава считают, что привить нужно не менее 60% колымчан. Особенно это важно для людей из группы риска, медиков, учителей и пожилых людей. По плану начать иммунизацию хотят с первых чисел сентября и завершить к середине октября.